здравствуйте мои дорогие школа ложечки сегодня мы посмотрим на игру лечку за мазин спайдерман тем модафакин в общем-то игрушечку разработала компания бинокс а издателем является компания акс вишн паблишинг марафакин из настройки все как видите в таком консольном формате в общем то ничего особо не меняется в общем то но там при запуске игры всплывает менюшка где можно поиграть поиграть где можно поменять ребята не поиграть а поменять разные параметры настроить графон и все такое и все в этом роде ну давайте ребята начнем модафакин новую игрушку human давайте выберем героя смотрите какая веселая загрузка какие-то стены исписанные формулами судя по скринам которые видел на эту игрушку винете графон тут офигенный но не знают сейчас посмотрим так и это или нет и соответствует ли скрины вообще конечно такие игрушки это не совсем мое скажем так потому что все эти сказки про супер героев я не люблю не перевариваю но это такая более детская тема в общем то ребята я думаю когда вы повзрослеете вы поймете что смотреть вам про разных суперменов халков железных человека и прочих бэтменов не слишком забавно интересно так просто как какое-то времяпровождение прикол можно воспринимать это все всерьез хотя бы как-то там более-менее у это можно пропустить это отлично ребята по идее так но по идее тут вообще там должен был быть русский язык но что-то его не вижу ну чё я могу сказать график это в принципе неплохо звезд с неба и не хватает ну и так достаточно такая она симпатная скажем так камера ведет себя хреново я пытаюсь куда-то ее поставить чтоб мне как более удобно было но она все время норовит как-то выровнять автоматом а у факин но ни в одной из них я не играл конечно серьезно у факин смотрите какие веселые тут есть возможности в общем то что можно сказать уже сейчас можно сказать что это будет интересно молодым людям разным людям дошкольного возраста это игрушка я думаю будет очень-очень интересно и забавно мне же это не особо честно сказать хотя и графон прикольный вот эти все геройские музыки не особо конечно впечатляют левый шифт это чё такое было то блин что он короче камера не крутится только он туда смотрит вообще никуда ничего не крутится что они от меня хотят вот наконец-то тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю Я думал мне нужно вернуться за тёлкой Ну если не хотят Значит не хотят Ну не знаю что ещё сказать Можно по этой игрушке В общем то Тут и так всё понятно Если вам нравится такая тематика Всех этих супергеройских тем Хорошо у него текстура Смотрите самого костюма Прорисована Видна каждая деталь Конечно сейчас В плане графики Проекты делают прикольные Раньше о таком нельзя было и мечтать А сейчас А сейчас делают такую блатную графику Что видно Абсолютно все мелочи Фильм новый Человек-паук Говорят прикольный Сам хочу его посмотреть Жду Жду Дивидерипа Хорошего Качественного 1080p Но игрушка Это не моё Так Хотелось бы Увидеть Какую-нибудь смену Декораций Куда мне бежать С этой тёлочкой Назад что ли Ремонтируй меня Ремонтируй меня полностью Так Почему-то Сейчас нельзя пропустить Вау Смотрите Какое крутое Вхождение в меню Всё рассыпается На такие мелкие Кусочки Такое всё Блатное Блин А потом Собирается До кучи Смотрите Крутой эффект Крутой Симпатичный Ну быстрей Базарьте Ребята Да Вот смотрите На костюме Конечно Всё Прикольно Сделано Такие Мелкие Детали Все Вот эти Выпуклости Тут он Похож На такой Резиновый Знаете Как типа Для ныряльщиков Термокостюма Такие Резиновые Вот У него Тоже Похожи На такой Только В таких Ещё Пупырышках Прикольный Костюм Блин Короче Они будут Базарить Наверное Час Ну Как Как Всегда Ещё Какие-то Тут Уровни Растут Можно Повышать Улучшать Без Без этого Сейчас Не Обходится Ни Одна Игрушка В общем И Целом Ребята Что я могу Сказать Мне чем-то Напомнила Эта Игрушка Недавно Вышедший На который Я смотрел Прототип 2 Тоже Тоже Та же Тематика Супергеройство Бегаем Делаем Какие-то Непонятные Задания Такой же Такой же Неинтересное И бессмысленное Время Провождение В игрушке Как и В Человеке Пауке Но Ну Как я уже Сказал Если вы Молодой Человек До школьного Возраста То можете Смело Поиграть Посмотреть Я думаю Вам понравится Про графон Я уже Сказал Он Отличный Не Отличный Но Весьма Неплохой На достойном Уровне Не Стыдно Его Показать Геймплей По Десятибальной Для меня На Троечку Мне Такое Неинтересно Графон На Семерку Звуковое Оформление Хорошее Конечно Смотрите Смотрите Какие Вещи Вещи Выделывать Тоже Вот так Бессмысленно По городу Можно Летать Бегать Как я Говорю Как В том Прототипе 2 Что Мне Это Все Сильно Напоминает Вот Эти Две Игрушки Они Для Меня Почему То Как То Схожи Немножко Конечно Отличается Техника Игры Само Собой Тематика Но В общем И Целом Это Весьма Похоже За Всем Все Друзья Звуковое Оформление Хорошее Как Я Не Помню Успела Сказать Или Не Ну А Самой Игрушки В общем И Целом Если Все Сложить До Кучи И Плюс Мою Нелюбов К Этой Тематике К Этой Игрушки То Я Бо Поставил Ну Скажем Так Четыре Бала Что Уже Неплохо В Общем То Давайте За Сем Все Увидимся Услышимся В Следующий Раз Я Купил Буквально Сегодня В Стиме Новый Контр Страйк Лоба Офенсив И Я думаю Тоже По нем Запишу Какое Никакое Видео Поделюсь С вами Впечатления О графике Геймплее И Все Остальном Когда Немножко Сам Поиграю И Привыкну Посмотрю Изучу Увижу Что Там К чему Что И как Вот Такая Вот Хрень Вылезла Как Вы Видите И Сейчас Человек Паук Залезет Ему Банальное Отверстие И Вырвет Все Микросхемы Все Давайте Всем Пока До новых Встреч Покеда Микросхемы